Особое мнение на 101FM 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 показать потому что опять же ну говорить о том что кого-то где-то там привезли кого-то где-то заставили ну может быть какие-то единичные примеры подобное есть но в целом вот я не слышал больших объемах информация о том что где-то кого-то при принуждали где-то кого-то заставляли поэтому там можно считать что это все-таки было решение самих людей может быть вот как раз технология там трехдневного голосования да там она позволила дает возможность да вот как бы активность проявить да вы знаете михаил меня просто вот в последние годы я понимаю что это закономерности она наверняка не только в россии существует но меня в последние годы очень огорчает вот эта тенденция когда на крупных федеральных выборах я не говорю там президента государственной думы да явка значительно выше чем на выборах локальных то есть если мы выбираем еще там депутатов законодательного собрания там там еще как-то ну чем ниже когда мы выбираем там депутатов городской думы там вообще как-то вот грустно все а уж когда там до выборы какие-то где-то так там вообще просто просто слезы там бывает да 15 там 10 15 процентов вот вот эта тенденция мне кажется не очень правильный но она вполне логичная аналогичная конечно как бы все-таки федеральные линии это собственно курс куда пойдет государство собственно чем ниже уровень тем меньше обращают внимание на стратегирование да то есть мы там продолжаем говорить о том что многие местные выборы все-таки напоминает такой ярмарка чечеславия или там набор просто вот каких-то там обещаний обязательств за которые собственно там никто не готов нести ответственность перспективе и люди это как бы видят люди это понимают так ведь это неправильно это именно на местных выборах определяется как будет жить регион это неправильно но это система да то есть мы надеемся что точнее я лично надеюсь что вот как бы результаты голосования самых главных выборов россии дадут толчок изменению вообще всей предвыборной модели поведения на всех уровнях да то есть ну собственно как бы и кандидаты и депутаты и губернаторы и мэры все будут уже больше думать о том что они говорят и как бы каким образом они эту свою предвыборную программу представляют обратите внимание там тот же элементарный пример там последние наши местные выборы куда были в думу ну хоть одну программу вы слышали там ну к сожалению нет вот может быть просто о них не говорится я могу сказать что за всю весь период избирательной кампании в моем дворе в моем даже не квартире в дворе то есть не было ни одной листовки не было ни одного кандидата не было никакой информации о том что там проходят какие-то выбор но я некоторых кандидатов может быть не из последних вот выборов в городскую думу а с предыдущих выборов да я помню что некоторые кандидаты активно достаточно работали жителями обходили ножками там да все свои все свои территории исключались подъезды встречались жителями да соответственно там те территории где депутаты проходили там на шару как говорится да то есть ну соответственно там и ниже явка то есть это как бы здесь нужно смотреть ведь это явка на голосование это же не столько оценка не только оценка избирательных программ это в целом оценка доверия к власти данному уровню власти да и поэтому если как говорится там 10-15 как там вы приводите пример ну соответственно как бы есть смысл задуматься там той же предположим городской думе о том что необходимо как-то менять и там то что происходит в городской думе там последние два года то есть новый созыв когда они там активно выезжают встречаются с общественными советами участвуют там в каких-то конкурсных процедурах по пм и и там и так далее то есть активно себя ведь ну наверное да сделать так что будем переизбирать уже с более высокой явкой ну ладно посмотрим 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 тоже надеюсь но распространение кстати вот этой практики трехдневного голосования на местный выбор как вам кажется но поможет большему количеству горожан сделать свой выбор на местных выборах если распространять я не я не знаю как это будет ну опять же вот там приведу пример своего двора там хоть неделю устроить но если как бы люди не знают о том что выборы не знают там за кого голосовать не знают кто кандидат ну как бы не знает кто поможет может быть им там решить какие-то бытовые соответственно как бы они не не пойду хоть в понедельник по воскресенье конечно понятно вот но тут очень хорошо вот на мой взгляд вписались две вещи первая вещь это активная была агитационная компания со стороны узнаваемых людей в первый день и третий день это мероприятие масленичные то есть они вытащили людей на улицу из дома да и люди уже может быть после мероприятия в ходе мероприятия или и там когда они шли на это мероприятие они заходили на избирательные участки и голосовали суббота у нас оказалось несколько такая просела да с точки зрения активности вот но если посмотреть предположим по динамике голосования то вот это хорошо видно первый там третий первый первый третий день понятно ну ладно надо задуматься не проводить лет во время местных выборов масленицу ну масленицу маслениц может быть какие-то другие другие мероприятия но опять же вот мы с вами все все равно и советские люди мы помним как были организованы хоть и говорили что это не выборы сейчас точнее говорят да там но как это было то есть как бы всегда была какая-то шоу программа концертная танцевальная всегда была там экзамен для меня профессор всегда праздник вот выбор и так же да то есть как бы и люди шли да там вот я сижу дома там у меня не видно площадки на в парке в коневском парке да то есть кочеровском парке но я слышу что там что-то происходит играет музыка кто-то выступает меня автоматически это выталкивает на улицу чтобы сходить и поучаствовать в той же масленицу да там а дальше уже выйдя на улицу ну я уже практически 50 процентов дивана да 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 и дошли да уже раз половина половину же работы выполнен так тогда как бы второе поставить поставить для кого-то галочку понятно ладно возвращаясь все-таки к большим большим выбором к тому как будет жить страна мы все понимаем что те не знаю там какие-то посылы которые владимир путин обозначил своем послании федеральному собранию видимо каким-то образом будут реализовываться в ближайшие годы по сути говорили что то что было озвучено это предвыборная программа владимира путина ну вот если коротко пробежаться по посланию потому что много уже говорилось какие моменты какие сферы там требует повышенного внимания на ваш взгляд из того что озвучивалось то есть я так понимаю что это нацпроект семья это кадры это молодежь вот я бы обозначил следующие это во первых это тема с кадрами да то есть это вообще головная боль вообще для нашего все общество и мне кажется что там последние несколько лет больше формировался хаос тем более с привлечением иммигрантов для этой работы да то есть смещением акцентов в экономике там с малого бизнеса на впк и там прочее ну ковид опять же еще да мы это помним вторая тема это тема малых территорий да то есть потому что собственно ну если предположим там что вы что вы имеете ввиду про малые территории говорят там по кировской области или в целом по стране как бы таких территорий то они по всей стране да то есть даже там на уровне москвы мы понимаем что там есть москва а есть территория около московии да то есть которые собственно там не живут при также припевающих так подожди вы про вымирающие деревни если вот обозначить штампом я бы говорил о категории населенных пунктов с численностью там до пяти тысяч человек ну да но я я имею ввиду я кавычки но это не обязательно деревни нет нет это могут быть города да да у нас некоторые райцентры под это дело попадает то есть и соответственно как бы там весь ком проблем заключается в том что собственно ну не понимают куда как развиваться и куда двигаться где-то не хватает кадров где-то не хватает там моральной поддержки да со стороны региональной федеральной власти где-то не хватает новых идей то есть вот как бы вот 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 малая территория это вот такой сегодня комок где все говорят почему-то о социальных проблемах но никто не говорит о стратегиях экономического развития я просто сейчас подумала что наверняка во многих случаях вообще возникает вопрос если смысл сохранять например да я приведу пример он для меня вот очень показательный если нет предприятия мне там рекомендовали в этот населенный пункт съездить на границе ужумского и маломышского района есть деревня отжим отжим да и вот я приехал эту деревню там лет 10 назад ну вот и когда я собственно увидел эту деревню сначала мне стало очень грустно деревне на самом деле не было ни одного субъекта экономики за исключением администрации единственный работодатель вот нет там есть школа я имею ввиду как экономический субъект да то есть но при всем при этом я увидел что люди которые там проживают для меня первый знак это то что люди идут с поднятыми головами то есть подбородки подняты это значит там ну человек как минимум позитивно мыслил так и когда мне начали показывать благоустроенный сквер показали построенный фонтан да то есть когда показали вот такие объекты именно благоустройство инфраструктурное да то есть мы потом сели вместе с головой я горю ну как бы а зачем все это вот так для кого да то есть там у вас нет экономики вы как бы все равно двигаетесь к тому чтобы погибнуть вы это понимаете это нагрета я понимаю и понимают жители но надо уйти красиво во-первых говорит вспомните говорит духовой оркестр на титанике и мы верим и вот там на сегодняшний момент я знаю что туда зашли уже боюсь соврать там какое количество но уже немало фермеров да то есть когда они увидели людей когда они увидели их позитив когда они увидели что село не разваливаться дома не заваливаться да то есть есть пространство для того чтобы там это интересно между прочим связка с предыдущим с предыдущей проблемой с нехваткой кадров где их искать да ну если если кадров нет в кирове не хватает у него хоть куда-то то есть и собственно там чуть дальше сейчас сейчас это село начинает уже развиваться и с точки зрения экономики есть другой пример то то есть советск да то есть вроде бы там все хорошо помышлены да то есть есть предприятие кондитерская да там которая не может найти работников себе в советске в результате она заниматься тем что посылает свои автобусы в близлежащие деревни которые собирают работников с близлежащих деревень да то есть это вот как бы два примера отношения и перспектив для развития вот двух территорий притом они разные если там отжим можно отнести к малой территории советской это все-таки уже покрупнее но там отношения они вот формируют тому что я бы в этой ситуации наверно больше поставил на отжим нежели на советскую понятно так значит проблема кадров малые территории что еще ну наверное проблема образования она как бы подсознательно идет в качество образования системы образования включая того как мы учим кого мы очень чем мы учим и для чего мы учим вы сейчас о том что образование не успевает за потребностями рынка кадров образование от урона от урона от потребности рынка вот к сожалению да то есть мы сейчас находимся в ситуации когда решение всех задач которые там обозначены и в том числе в посланном программе да они в том числе зависит от подготовки специалистов ну самый простой пример да то есть мы там разговаривали с экспертами на тему а если нам в кирове возродить педагогический институт они говорят все хорошо вопрос кто будет преподавать ну то есть вот те даже такой стоит вопрос те кадры которые действительно там качественно готовили педагогов то есть вот там тот та элита педа которая была да там на сегодняшний момент ее нет да там есть молодые ребята молодые педагоги которым надо еще как говорится годы чтобы они стали вот этими метрами где сам вид уже мотивирует на тебя тебя на то чтобы хорошо учиться и стать хорошим педагогом вот поэтому вопрос образования это там один из таких ключевых вопросов точнее одна из причин из-за которой вот реализация всех этих новых и старых нацпроектов может затормозиться мы не просто должны ставить людей на должности мы должны ставить компетентных людей на должности а компетенции где им получать если там на сегодняшний момент там ну возьмите элементарно кто у нас качественно может подготовить главу района где он может подучиться я даже не знаю учат ли где-то это вот или это все таки вот это и это самообразование а потом мы говорим о том что как бы нам тяжело найти людей которые там стали бы главами района ну логично или же там они становятся главами района а потом там начинаются перипетии связанные там с тем что они чего-то сделали чего-то не сделали да то есть там я не беру ситуацию там умышленного чаще всего это происходит от незнания от незнания много раз обсуждали за квалификации вот и поэтому вот на мой взгляд это та подложка которая собственно там решение которое должно стать основой для всей программы а дальше все она будет насаживаться на это и история с рождаемостью демографии а история с рождаемостью демографии они как бы тоже это сопутствующие напрямую потому что мы понимаем что если будут жить малые города день где не стоит квартира однокомнатные в новостройках по 7 миллионов рублей тут тут же сейчас сразу вам оппоненты скажут ну а как же афанасьева всегда отличавшаяся самой высокой демографии но да то есть как только ситуация социально-экономические ситуации малых территориях будут стабилизироваться но мне кажется и люди будут успокаиваться и рожать а соответственно да они уже будут обращать внимание на вопросы связаны с комфортом и качеством проживания да то есть а там демография это один из таких элементов понятно ну ладно будем я не знаю пока вот это все выглядит как ну понятно программа такая да на будущее будем смотреть будем посмотреть как это все будет развиваться кстати о там наших малых территориях вообще в целом у развития области и там о привлечении людей в том числе там я не знаю молодежи о том чтобы она не уезжала из малых из малых городов в более большие а из кирова в столице к теме юбилея и в целом развития кирова как города в котором хочется жить как вам кажется вот то что сейчас происходит вокруг юбилея тот факт что про нас там рассказывают в москве тут нас алексей чипсов рассказывал про билборды да которые появятся на московских улицах где будут про кировские продукты прекрасные рассказывать хотя мне кажется москвичи про них и так знает вот это в некотором смысле поможет молодежи кировской почувствовать такой город гордость за свой регион и может быть остаться здесь ну давайте так то есть вот как бы то что вы озвучили является одной из целей всех юбилейных мероприятий и там не случайно что одно из главных мероприятий которые выделяются в отдельно самостоятельное событие является как раз мероприятие в рамках дня молодежи двунемные это про нынешний мы год говорили про ли про лет вот то есть как бы здесь мы говорим о том что акцент он сделал вопрос в том сможем ли мы с помощью остальных мероприятий сформировать вот это там гордость ну я очень хочу в это верить да то есть я очень хочу верить что мы нам удастся тем разнообразием мероприятий зацепить какой-то интерес буквально месяц назад а то есть я провел опрос в одном из наших городов области и мы спросили школьников о причинах почему они задумываются о переездах вот и там тема гордости то она по большому счету там не играет роль не но я когда говорю гордость я имею ввиду вот то что вкладывается в хорошем смысле слова патриотизм когда ты хочешь что то сделать для места где ты живешь вот а главное на что да там главные причины которые были выделены даже не экономические главные причины заключались в том что для них эти территории там им скучно ограничены по возможности новых знакомств по развитию круга общения и самое то что интересное по ограничены по возможности как как это помягче сказать развития на долгосрочных отношений с представителями другого пола ну то есть как бы выбор выбор не велик да выбор не велик ну вот это сама молодежь говорит то есть это 9 10 класс то есть у них они чувствуют здесь есть какие-то ограничения ну знаете как ну понятно не хочу обидеть этот город да там ну как как бы в деревне да там ты пошел с девушкой гулять но завтра ты уже сватов должен посылать ну конечно да то есть никаких тебе свободных отношений но не то что свободных да то есть ограничение выборе вот вот как бы две такие причины которые собственно устанавливаются и собственно там тот же юбилей все мероприятия приезд сюда туристов приезд сюда представители других регионов но на мой взгляд вот как раз могут попробовать вот эти две причины это зацепить да то есть это и новый круг общения и много мероприятий планируется по молодежной линии это и новое знакомство это и там ну надеюсь новые отношения с представителями других полов поэтому вот если даже не ставить прямую цель о том что вот сформировать чувство гордости там из-за того что вот 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 тут появился у нас например там памятник александру невскому то по крайней мере там зацепить с другой стороны да зацепить с точки зрения потребности самой молодежи я считаю что юбилей в состоянии то есть такой тоже небольшой моторчик зачем еще мы зовем сюда гостей и чем вообще будем их заманивать и завлекать ну кроме вот этих вот билбордов выставки россии и всего что сделано за последний год ну давайте так блогеров билборды выставка россии и много все того что происходит в москве там-то как раз задача суда всех да 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 я про это и говорю чем еще будем завлекать вот этих людей которые расскажут кировской молодежи о том что может быть и неплохо жить в кирове ну а чем планируем завлекать так ну как бы ну хорошо чем надо на вас просто тем что есть такой город достаточно небольшой шаговой доступности да там полтора часа на самолете куда можно просто прилетать отдыхать от там столичной от суеты суеты от шума здесь очень интересная своя география присутствует то есть территории от тайги до степей где можно как бы попутешествовать здесь много событий которые собственно ну может быть не отличаются высокой стоимостью но они все душевные то есть кухня здесь неплохая я не говорю сейчас про ядскую кухню именно как таковую а в целом хвалят наши кафе продукты да я бы сказал продукт да то есть как бы кухня кухня она кухни да потому что там по большому счету ну чем мы можем свои кухни похвастаться я не говорю сейчас про какие-то оригинальные блюда я говорю о том что москвичи которые сюда приезжают приходят говорят что у вас вкусно и недорого вот ну вот вкусно и недорого это это не столько кухня сколько вот опять же продукты и руки и ручки да вот поэтому здесь как бы тоже есть вот мне кажется что там михаил когда уже появится продукт вот для москвичей выходные в кирове вообще рассматривается такой вот нет так как бы он де-факто то уже существует у нас как бы есть афиши да то есть есть понимание у нас есть там информация о том где можно попробовать вятские продукты да то есть есть информация по отелям но это самостоятельный туризм ну а там вы имеете ввиду туризм за какой организовать москве группы привести из конечно но даже если там каким путем идти то в принципе тоже вопросов нет ну чтобы вам было понятно у нас уже начиная с мая месяца там по декабрь в гостиницах нет места они все заброни во всех гостиницах то есть сейчас уже там что то что привести новую группу это уже возникает вопрос так вот сейчас тогда будем думать куда поедут те кто не успел забронировать места в гостинице после небольшой рекламы особое мнение на 101 фм и мы продолжаем советник губернатора михаил курашин в нашей студии остановились на том что вот на время юбилея у нас в кировской области я так понимаю забронированы все гостиницы михаил говорит да уже сложно найти место я я когда говорила про этот продукт я имела ввиду не только юбилей хотя конечно юбилей тоже да то есть как бы с гостиницами уже тяжело но сейчас формируется база данных квартир которые сдается они тоже будут представлены в апартаменты таки да получается гостевые да то есть чтобы могли там семьи приезжать или там отдельными небольшими группами но я предполагаю что будут загружены близлежащие дома культ отдыха и санатории да то есть на какие-то вот такие знаковые даты но хотят сейчас тоже как бы говорить о том что есть какие-то сильно знаковые знаки даты это тоже тяжело потому что с одной стороны вроде как обозначили что у нас три знаковые даты это 12 июня 28 июля день молодежи и 22 сентября но по сути между этими датами тоже там та же активность будет сохраняться например туристический сезон фестиваль для соседних регионов фестиваль добрых соседей которые каждое выходное будет и вот как бы говоря об организованных москвичах которые могут приезжать вот они могут приезжать на выходные они будут видеть там не только город но и станут участниками вот этих фестивальных мероприятий проводимых нашими соседями регионами соседей вот поэтому я думаю что вот в этом году мы как раз подводя итоги то и будем анализировать в том числе насколько наша инфраструктура выдержала все это справилась ли да справилась ли еще про инфраструктуру хотелось спросить система навигации для гостей кирова что планируется чтобы люди не заблудились ну во первых понятно что будут специализированные интернет ресурсы на то есть понятно что там проведены переговоры и будут отдельные как они называются стенды информационные не стенды в туги отдельно слои посвященные как бы в том числе афиши в том числе мероприятий то есть вот как бы с точки зрения того кто соберется к нам ехать да то есть через интернет информации много да то есть как человек который много путешествует на автомобиле могу сказать что это вот большой плюс с точки зрения городского информирования да то есть но планируется когда установка стендов и насыщение его разной информацией афишами навигации и так далее но не с помощью там карта с помощью кодов понятно приходишь наводишь телефон и смотришь где-то могли там и в первую очередь это будет в транспортных хабах всех то есть в аэропорту жд-вокзал автовокзал чтобы люди могли как бы пользоваться этой информацией ну и естественно что пункты центра туризма информационно-туристические центры они тоже нас будут работать возвращаясь немного к тому чем поощря тех кто хорошо и много поработал на благо региона появление юбилейной медали в памяти 650-летия города кирова кому принадлежит эта идея как вам кажется вообще для чего это то есть вот кто будет выдвигать кандидатов кто может такую медаль получить ну на самом деле там порядок тоже пока еще как бы мы не видели да то есть я думаю что он будет принято непосредственно уже там сразу же после принятия там соответствующего нормативного акта но на мой взгляд это правильный ход да то есть потому что и я очень надеюсь что обладателями этих медалей станут там в моих мечтах десятки тысяч человек то есть это не почетных горожан будут награждать это памятные медали памятными медали и на мой взгляд это уникальная возможность для всех предприятий организации компаний каких-то предположим сообществ инициативных групп это должна быть возможность выдвигать наиболее активных наиболее деятельных людей для того чтобы их вот таким образом поощрить я очень надеюсь что это будет развиваться в этом направлении да то есть там поэтому там говорить о том какое количество этих медалей каков будет порядок пока сложно да ну в любом случае там как бы есть будут 650 может быть будет этих медалей нет не будут привязываться к этой цифре я думаю нет потому что я думаю что эти медали будут в том числе и в следующем году тоже еще вручаться и возможно там за какие-то достижения связаны с подготовкой проведением объявленных мероприятий за помощь потому что там привлек бизнес который ну по ним понятно да что бизнес участвует тоже там участвует поэтому плюс памятные вещи которые будут у нас там в москве землячество у нас много помогает именно вот в проведении московских мероприятий коллеги которые приедут на фестиваль добрых соседей тоже как бы станут участниками наших мероприятий поэтому вот я очень надеюсь что обладателями такой медали станут там ну десятки тысяч человек я очень надеюсь что эта медаль будет восприниматься ими действительно как почетный знак такой то есть не просто не просто там что-то официальное официозное такое да что то что позволит что-то что позволит гордиться тем что ты вложил свой труд частичку своего труда в это у нас остается с вами три минуты фактически до конца эфира очень быстро хотела вас спросить по поводу концепции конгресс холла о которой сейчас много говорят у нас приходил в эфир алексей чипцов тоже об этом поговорили но вот слушайте информации практически нет зачем нам конгресс холл раньше говорилось что-то про концертный зал там же ну конгресс холл это в принципе универсальная площадка есть потребность регионов есть конечно потребность потребность на зал вместимостью там 2000 человек у нас есть громаднейших у нас нет ни одного зала вместимостью тысячи человек да то есть а это соответственно как бы в том числе когда мы говорим о том что там молодежи скучно и так далее там те же концерты знаменитостей да то есть то есть фактически это тоже самое что концертный зал просто название другое ну как бы трансформироваться да то есть вот поэтому как бы вот такая площадка нам нужна плюс нам нужна большая площадка для проведения ну каких-то неразвлекательных мероприятий конференции делового характера то есть мы не можем сейчас предположим собрать провести не знаю там форум сообщества да там российская потому что у нас негде его проводить не вмещаются гости конечно ну считайте там 89 субъектов даже если из каждого приедет там человек по 20 все уже мы как бы уже никуда не вмещаемся можно на стадионе летом поэтому как бы там потребность она достаточно большая что из себя получится конгресс холл там ну я думаю что сейчас разработчики и потом участие уже там в федеральных программах но ответить нам на этот вопрос в каком виде это будет но пока ключевой параметр что нам вот именно по численности нужен такой такое помещение когда он может появиться вообще этот конгресс холл мы тут просто вспоминали про концертный зал предыдущий губернатор говорил по моему вот в самом начале когда только-только приехал в кировской области и тогда где то вот это был на 17 год было объявлено том что кирову нужен этот концертный зал я предлагаю следить за этой истории в контексте разговоров про кампус мирового уровня потому что он будет частью это связанная история да там сейчас речь идет о том что этот могут быть разные источники финансирования поэтому выделяется там отдельно фиджитал центр что под каждый объект можно было привлекать деньги вот но в конечном итоге это это общая тема связана с кампусом поэтому вот как бы следим за ней пока что все достаточно оптимистично ну примерно хотя бы сроки можем назвать я понимаю что вопрос не к вам да я сейчас как бы могу это сказать понимаешь что собственно там не мне отвечает за то что я сказал ну есть надежда что там следующем году мы по крайней мере получим уже готовый проект а дальше уже будем привлекать финансирование дальше уже участие в программах победы в этих программах привлечение крупных спонсоров под это дело то есть переговоры ведутся уже сейчас ладно будем надеяться что 655-летию как минимум да то есть через пять лет после юбилея объект появится хотелось бы раньше конечно спасибо большое михаил курашин советник губернатора кировской области был у нас сегодня в эфире мы прощаемся до свидания всего доброго особое мнение на 101 fm